Субтитры делал DimaTorzok 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 По той причине то, что я трудностей vieю Но всегда должны быть люди, которые знают больше, чем ты И которые могут для тебя донести свои знания Да-да, если ты чиновник, причем определенного уровня Ты потом принимаешь решение Но знать, это очень важно И я никогда не забуду, когда мы вместе с Рустамом, с Михайловым Несколько дней сидели у меня в кабинете, просматривали все чертежи генерального плана вместе с Соловьевой, Еленой, с рядом других сотрудников и, в общем-то, старались учесть практически все, что накопилось в ваших знаниях. При этом, нарушая, кстати, каноны разработки генерального плана, потому что вы знаете, что у нас страна особенная. Да, как моя бабушка говорила, говорит, Сашенька, мы живем в прекрасной стране, где нельзя устать улыбаться, иначе с ума сойдешь. Поэтому, когда у нас городостроительство, природу, памятники разделили по отдельным документам, когда говорят, что в генплане ты не имеешь права ничего делать, а только взять то, что сделано по закону о сохранении исторического маскидя, на мой взгляд, это, конечно, был бы тупик. И в данной ситуации, я могу сказать четко совершенно, что многое, то, что было изменено в генеральном плане, это было связано с замутной работой, которая проводилась с теми людьми, которых я назвал. Я думаю, от этого никто не пострадал. Я думаю, наоборот, появились какие-то очень вкусные места, которые в дальнейшем, вот как я извини, я тебе, это хорошо слышал, как конец вашего выступления. Но, вы правильно совершенно сказали, очень важно, когда не только форма, но и функции совпадают друг с другом. Когда ты хочешь увидеть то, что тебе диктует среда, а не увидеть, например, закрытые двери офиса, бесконечные бутики и многое-многое другое. Поэтому я очень благодарен, что вы меня сегодня так вот неожиданно позвали. Я не знаю, я считаю, что... Я не знаю, что сейчас происходит в Москве, честно вам говорю, потому что я уже 7 лет назад, или почти 7 лет назад, когда отвернулся, Я сейчас занимаюсь в Владимирской области, в Ленинграде, в других городах, вот, пытаюсь научить инвесторам, что надо торговать не квадратными метрами, а средой жизнедеятельности людей. И что ее не может быть одной. И что чем больше город, тем больше сред. И самое вкусное — попасть, когда то, что пришло в тебя от Бога, природа, и что пришло от предков, и твои собственные деяния, начинают играть и вместе создавать такую неразрывную цеполечку. Вот мы сейчас, например, в Владимирской области, выдумали такой, называется, светоцкий область жизни. Ну, это приблизительно 2-3 этажа, когда все друг друга знают, маленький городок, когда «Здрасте, Марина, а как и ваша Машенька, а Коленька, какой большой, когда люди все живут, только один из людей». И я думаю, это в Москве тоже может быть. Ведь никогда не было общего ничего у Востошенки, даже с Крючистикой. Я уже не говорю про улицу Кирова. Когда я слышу, извините, я просто старый человек, да, поэтому, когда я слышу молодые возгласы, что центр города должны быть только богатые, а недавно одна девушка со стрелки так выстрелила, я, значит, сразу увидел улыбки парижских студентов, которые живут в мансардах, и других людей, которые нашли свою среду. Ну, не знаю, правда, отвернувшись от Москвы, вот, работаю, но искренне могу одно сказать. Мы даже кричали друг друг друга, мы даже рвались, но мы это проветривали. Потому что есть вещи, которые требуют спор. Есть вещи. И вот мог мой такой пример рассказать. Помню еще вспомню. Алексей Ильича, я очень горд. Он меня два раза хвалил. Он меня раз в сто углов. И два раза хвалил. Один раз за третье кольцо, за трошку из-за кольца, когда мы спрятали дорогу в районе Новодевичьего монастыря, и когда мы ушли от Става Бреца, дорогушки, через эстакады, через... И второй раз он меня, кстати, хвалил, когда мы Фостера заставили сделать второй вариант застройки за эти. Не того, что сейчас, а то, что сделал Фостер однаморский. Это был просто очень интересный пример, как это могло быть. Правда, Комич, приветствую, давай, он сказал Юрий Михайлович. Только я прошу по реализации за каждым домиком следить, а то каждый из них на два, на три этажа возьмет и внезапно подрастет. Почему я его сейчас вспомнил? Потому что у нас должны быть люди, в которых мы не сомневаемся, ни с одной, ни с другой стороны. У меня Алексей Ильич, это именно такой человек. Кстати, нам пришлось очень много приложить усилий, чтобы ту гадость, которую про него рассказывали мэру и прочее, будем снять и забыть. Потому что это правда, что был человек искренний. Вот если в ваших летах будут приблизительно люди такого класса, то это будет просто замечательно. Не знаю, не надоело еще вопрос есть? Добавить, можно? Да, пожалуйста. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Про тысячу территорий памятников. Про генплан. Вот наша тема сегодня, что удалось за 10 лет. И количественно, и качественно. Мы упомянули тысячу территорий памятников. Я управляю эту сумму. А вы упомянули наши переговоры по генплану, в результате которых это и произошло. Ну вот я напомню в двух словах, может быть, кто-то не знает. Но генплан имел лист или слой территории реорганизации. И по внешнему впечатлению, это кто-то плеснул краски из ведра зеленой на вертикально расположенном на горизонтальной карте и сказал, что это территория реорганизации. И мы на плечах депутатов внесли 400, по-моему, поправок редактору законопроекта, потому что генплан – это законопроект, а редактором был Александр Викторович. И действительно, как пинг-понг, или, собственно, да, настольный теннис, в течение нескольких суток смотрели эти поправки. И всякий раз, когда Александр Викторович вырезал памятник из зоны реорганизации, а это должно было сделать в Московской архитектуре для всякого нашего участия на старте работы, мы спрашивали, Александр Викторович, а что же по пятну дома-то? Где же территория усадьба? Где территория, не знаю, больницы? Ещё чего-то. И мы говорили, что территория не сформирована, нет устанавливающего акта. И генплан, который отображает существующую документацию, не может отобразить территорию памятника. А территория памятника – это памятник. Нельзя же не только сломать дом, но и застроить пространство усадьба, геликон возьмёт. Ну, смысл в чём? Что закончилось творчество на территории памятника. Открытое пространство также является частью его охраны. И у нас не было в огромном количестве случаев не было этих территорий. И в одно прекрасное утро, а я так предполагаю, что Илья Михайлович был готов на уступки везде, где это было возможно на фоне критики генплана, в одно прекрасное утро были изданы на округлённых тысячи территорий памятника. Следовательно, они были спроектированы раньше. Следовательно, они где-то бежали в шкафу и мешали. И эта памята количественно на первом месте больше, чем регенерация вымедленных подсносов только что домов. Или вот антитеррористический список. Тысяча территорий – это означает, что удалось избежать застройки заполнения, создания плотности в усадебных и других структурах в тысячи случаев. Мы не стали готовить на этот счёт презентацию, потому что это скучно. Просто постановление Лужкова, к нему приложения графические в поворотных точках. Может быть, мы попросим Александр Ильича рассказать, как это было за кулисами? Как родилась эта подпись однажды утром? Ну, вы знаете, дело в том, что, еще раз повторяю, генеральный баланс, довольно формальный, генеральный план очень да, формальный документ. Когда ты это с ним выводишь на утверждение, то часть особенно федерального уровня, ты должен отразить только то, что есть в Горостроительном кодексе. По Горостроительном кодексе, к сожалению, изгодок в год генеральный, генеральный план, да и вообще из Горостроительных уходов, тут все больше-больше становится антиархитектурной, более процедурный то есть это практически процедуры которые подняты на уровне закона смысл на мой взгляд никакого нет в том что ну извините мне придется немножко донус раньше ладно дело в том что когда мы поступили к разработке генгерплана это был извините слово советского союза это было в то время когда невозможно было сделать традиционный генеральный план советского времени но представьте себе что главное в традиционном плане генгерплана советского времени существующих положений четко отражен существования только существующих положения написано завод калибр приезжаешь на туру а там ух ты правильно назад приехал там торговый центр не успел приехать там еще что-то и поэтому мы пошли от обратного если можно мы пошли найти микеланджело в луанороте папа карма приблизительно то есть мы решили вначале надо сохранить то что нельзя терять в городе надо сохранить то что нельзя терять в городе при любой ситуации лучше всего нам это удалось с природой мы выделили все природные территории города обозвали их особо охраняемые природными территориями утвердили законом московской городской думы после этого дело в том что все у нас магнитов устроены что природа это лес а если порядок можно застроить а то что если порядок застроишь вес отступит со застовую моряну это карты строители не задумывается первое что мы сделали это мои безопаснее особо охраняет природные территории которые существуют и все кто и вы знаете ни одна из них не застроен когда вырубает дерево во дворе и так далее совсем новая история гиги в городском сохранить и парах оси на вода все все зеленые массивы полу сохранить добавил что сейчас некоторые территории выводят из природных комплексов например нижние дневники и так далее 2 2 что мы сделали здесь я хочу опять лету соловьеву и марину у нас были очень хорошие информации многолетней хорошей проводной информации управление по храни памятником по памятникам городской среде в центре города знание периферии вообще практически не было особенно в производственных зонах и так далее и мы пошли на одну простую вещь лучше переборщить чем не доборщить потом нас были смешные случаи когда или искали победник там где вы сделали охранную зону в зоне там ничего вообще больше то есть второй чтобы мы постарались насколько мы могли безопасить это исторические территории то есть знание у нас было выше чем крыша с точки зрения но не вообще интеллекта и третье что мы сделали мы забили красные линии то что потом можно было построить третье колесо если мы соберем назвать грант строить даже 4 кольцо и так далее так то есть мы пошли от обратного мы пошли от константы то что нельзя трогать всю остальную территорию мы разбили на 2 то что ты уже сказал мы назвали зону стабилизации и зоны развития зона стабилизация это в первую очередь те районы где жителям уже хорошо бизнес куда них вообще никому лезть не надо ну например октябрьский район начало ленинского проспекта комсомольский проспект аппетиты у инвесторов первую очередь на эти территории был ведущий детский сад он не стал детским садом до этого засуну жилье как и как ты это пример захотелось в рай и вот здесь у нас было полное понимание вторая были зоны и организации так где нет сложившихся архитектурного условно ансамбле или зоны или зоны пятиэтажки то сейчас кто-то назвал реновации хотя я честно думал что реновация немножко не застройка пятиэтажей и заварили давно я помню я считал что это обновление когда я увидел полутошись отличный гектар вот максимум что мы делали 20 вот то есть вот понимать и вот как раз получилось что но здесь у нас только распоры профессиональные не все территории центра является архитектурном совершенном знании суббитые зубья вы считаете что и поставлять не надо мы считаем что надо попытаться какой-то травы и это был назван зоной и организации и мы свои знания с опорой на город кодекс не станет наносить на эту территорию понимаете да то есть мы сделали тупо честно говорю как это полагается образ стоит доход то есть условно как да это зона реорганизации а кому интересно памятник и залезайте в документы по сохранению памятников или природу и складывать ну вот я раз хочу сказать что данной ситуации именно благодаря вашей настойчивости и нашим знанием которые у меня были от андрей 7 например сербеечка те люди которых вы я знаю тоже уважаете которые работали в памятниках которые много помогут много изучают делали работают некоторые там или я уже назвал их тогда да кстати я свою жену должен памятник нашел в управлении пока поэтому в данной ситуации у тебя кстати работают ну вот то есть ваш вход он могу сказать он очеловечил генеральный план он сделал понятным вопросы охраны там где по закону они необходим как это удалось сделать я здесь как раз у нас тоже может разные звезды на юрий михалыч я могу вам точить я скажу оказывается демократ был сравнение ребят когда сравнение общественные советы не сколько здесь оказывался очень просто он был из тех людей которым нужно объяснить если в этом его логику химиков хотела это решалось понимает я могу такой пример привести через просто как отлично когда мы делали манежную площадь зурам константинович сначала решил на пункт земли который стоит сверху посадить четырех больших женщин таких четырех больших женщин он мне позвонил и говорили саша слушать представляешь на тупей земле сверху будет сидеть четыре музыки одна из них муза архитектуры я в горюк уважаемый взрывать сантимович мус было девять музы архитектуры среди них не было поведали тогда грации эгрегорации внутри тогда мне надо было все логика железная это очень массивная вещь я не все думал так можно снять как это снять и чтобы он поддержал меня не своего в то время друга ну когда приехал мэрок показывает скульптура макет я здесь логика отсутствует какая логика я вы понимаете четыре женщины сидят на северном полюсе и хорошо и скульптура сняли зима в прежде не то же самое я просто пошел и ему рассказал я просто пошел рассказал а вот вот сказал мне такую вещь у нас был такой очень один генерал старший бога и который сидел сюда по правилам и я помню как гейдер и легался на нем ломался в это пойми так можно сделать нельзя так нельзя но как дополнительные мероприятия можно можно вылезть я поэтому что вы не хочу как 7 генерал я понимаю что дополнительные мероприятия то есть вот еще и из утра это было подвески из утра это был подвески и здесь какой здесь нет гостиного этого рода нет гостевой горки и так далее ладно мы не задаем больше вопрос александрючка его сегодня семейное выросло да отцена отцена